Четыре тысячи лет назад египтяне мед в чай хоть и не клали, зато хорошо знали, медом можно законсервировать все что угодно, хоть помершего фараона, хоть кусок мяса, который, если его обмазать медом, пролежит до следующего солнца. Более того, такой способ консервации используют до сих пор. Хозяйкам на заметку, например, жители острова Цейлон, даже те, у кого есть холодильники, хранят мясо только в меду. Оно не портится и не меняет вкуса. Но почему мед обладает такими качествами? Когда ученые заинтересовались этим, их ждали удивительное открытие. Специалисты развели в стакане дистиллированной воды чайную ложку меда и детально исследовали полученную жидкость. Их ждало неожиданное заключение. Вещество оказалось очень похожим на плазму крови человека. У нас с вами плазма состоит из глюкозы, и мед состоит из глюкозы, и фруктозы. Также в плазме есть огромное количество витаминов, минералов, есть белок, и в меде есть витамины, минералы и белок. И поэтому с уверенностью можно сказать, что мед – это некий суррогат человеческой крови. Но как получилось, что мелкие кусачие насекомые научились делать сложнейший продукт, который похож на нашу плазму, сохраняет еду свежей и при этом полностью усваивается организмом человека? Кто такие пчелы? Откуда взялись? И как готовят свой нектар? Подойти к разгадке феномена меда ученые смогли только сейчас. Это продукт, который может храниться тысячи лет. Аналогов такому нет вообще, в принципе, на планете Земля. Мед, который найден был в гробнице Тутанхамона, до сих пор можно употреблять в пищу. В нем не развивается болезнетворная микрофлора, в нем не развиваются споры плесени. Именно за счет этого он имеет бактерицидные свойства и свойства консервантов натурального. Современная наука находит все новые и новые полезные свойства и качества меда. В апреле этого года индийские ученые провели исследование, и оказалось, что мед прекрасно справляется с мукозитом. Эта болезнь слизистой рта и желудочно-кишечного тракта появляется у онкобольных после химиотерапии. Если больной употребляет мед, его ткани восстанавливаются значительно быстрее. Но самое ценное, что мед способствует предотвращению инфарктов. Сотрудники Университета Вашингтона рассказали, каким образом. Все дело в особом сахаре. Медовый сахар под названием тригалоза очищает артерии от бляша. Вопрос. Является ли колония организованной системой? И ответ есть. Да, колония в целом может иметь свои чувства, свое настроение. Огромная семья из 50 тысяч членов, и у каждого члена семьи есть свои обязанности. Никто никем не командует, все работают. Даже личинки образуют часть этой информационной сети. Каждый усик пчелы имеет порядка 60 тысяч аромасенсоров. Чувствуя ароматы вокруг, пчелы знают обо всем, что происходит в улье. Информационная сеть. У каждого из 50 тысяч жильцов улья своя обязанность. Функция, подчиненная интересам всего улья. Это сложнейшая система, которая проявляет многие признаки разумности. К сожалению, ученые до сих пор не могут толком объяснить эту разумность. Либо списывают ее на туманную и загадочную генную память, либо возлагают все эти странности на аромасенсоры. То есть, по официально общепризнанной версии, все сложнейшие социальные взаимодействия, которые наблюдаются у пчел, происходят с помощью запахов. Ущербность этой версии понятна хотя бы на примере закона критической массы. Известно, что только при достижении определенной численности улей проявляет способность к самоорганизации. Нелогичнее ли каждую особь общественных насекомых рассматривать как отдельные клетки некоего огромного мозга? Пока все необходимые клеточки не соберутся, мозг не заработает. По крайней мере, эта версия, озвученная исследователем Николаем Левашовым, объясняет закон критической массы, когда количество переходит в качество. Каждая отдельно взятая клеточка полностью беспомощна, и только все вместе они создают некий продукт. Мысли, программу действий, варианты решений. Пытаться объяснить или создать модель общества общественных насекомых без учета пси-поля – это то же самое, что объяснять поведение железных опилок без учета магнитного поля, предполагая, что опилки перемещаются под воздействием неких генетических программ, заложенных в память каждой отдельной частички железа. Ну или с помощью определенных сенсоров каждая опилка передает информацию всему рисунку. Конечно, природу пси-полей и принципы их функционирования не удается на сегодняшний день объяснить в категориях традиционных физики и химии. Но давайте представим, что каждая отдельная особь имеет свою нервную систему – пси-систему, которая создает вокруг пчелы защитную оболочку, сохраняющую ее индивидуальность при примитивности ее поведенческих реакций. При повышении концентрации пчел, генерируемые всеми пчелами пси-поля, начинают разрушать индивидуальные защитные оболочки. И когда концентрация численности становится критической для этого вида, происходит распад индивидуальных защитных оболочек и возникает одна общая для всех защитная оболочка колонии. Каждая особь при этом приобретает открытую пси-систему и становится частицей единой нервной системы всего общества. Именно такая нервная система улья объясняет сложные и действительно разумные действия. При этом не отрицается роль передачи информации между отдельными особями с помощью обычных органов чувств и другой системы коммуникаций. У пчел, например, это их знаменитый язык танца, которым они делятся самой разнообразной информацией. Вообще-то говоря, мы абсолютно не можем понять, как это может все происходить. Нет у них того в голове, чем они могут все это делать. Существует в кавычках спасительное слово «инстинкт», которое в такой ситуации говорят. Это у них инстинкт такой. Но я не знаю, может быть, кого-нибудь это убеждают. Я считаю, что это чисто шаманство, инстинкт – это что-то вроде Джокера. Они владеют символическим поведением, скажем, язык пчел. Это очень сложная семиотическая система. Пчела, танцуя в воздухе, она сообщает, вообще-то говоря, научную информацию о том, куда лететь, как лететь, вектор по отношению к солнцу, какой цветок хороший, на какое внимание обращать не надо. У них есть скотоводство, у них есть земледелие. Они выращивают тлю, которую кормят, поют, кулют и лелеют для того, чтобы из нее сладенькое молочко доить. Они выращивают грибы, как мы солим грибочки на долгие зимние вечера, так вот они выращивают грибы специальные и так далее.